Добрый вечер! Здравствуйте! Это итоговая предновогодняя программа телеканала «Мой город» в студии Елена Ровда и Андрей Куликов. В следующие 20 минут мы с коллегами подведем итоги старого года и сделаем прогноз на новый. И как обычно расскажем о событиях недели в Кузбассе и его окрестностях. Год Зайца был пестрым и заставил насторожить уши. Каким-то окажется год дракона. В Кемеровской области добыли 190 миллионов тонн угля, а жилищное строительство превысило дореволюционный уровень. Крупнейшее приобретение и новое назначение. В холдинговую кампанию «Сибирский деловой союз» вошел Кемеровский Азот и Европейская медиагруппа. Землетрясения в Кузбассе не заметили, а снегопада не испугались. В Кузбассе на минувшей неделе подводили итоги в основном по части экономики. Горняки Кузбасса впервые в истории добыли рекордную 190 миллионную тонну угля. С этим успехом всех работников отрасли поздравил губернатор Роман Тулеев. В 2011 году в области ввели в эксплуатацию 4 новых угольных предприятия. Создали 3700 новых рабочих мест. Рост объемов добычи мы постоянно увеличиваем. Вы знаете, что коллеги администрации области принята программа развития угольной отрасли Кузбасса, в которой объем до 2025 года мы должны увеличить до 250 миллионов тонн. Поэтому ежегодный рост обогащения – это первая задача, которая сегодня поставлена перед угольной отраслью Кузбасса. Право выдать на гора юбилейную тонну угля было предоставлено бригаде Евгения Дорохина с шахты «Листвяжная» в городе Белово, принадлежащей холдинговой компании «Сибирский деловой союз». За 11 месяцев этого года бригада выдала на гора 2 миллиона 260 тысяч тонн угля. По объемам добычи подземным способом шахта входит в пятерку лучших предприятий области. Уголь здесь добывают с 1956 года, но с тех пор, как шахта вошла в холдинг СДС, она подверглась коренной реконструкции. Важно, что весь уголь здесь обогащается. Произвели технологические и технические изменения, чтобы удешевить производство, чтобы шахта была более эффективной, работала. Я думаю, что мы сделали за год, мы фактически создали новое предприятие с огромной перспективой. Производительность труда одного рабочего подобыченной «Листвяжной» составляет 245 тонн на человека в месяц, что в 1,8 раза выше средней производительности по Кузбассу. Двухмиллионную тонну угля перед Новым годом добыли и на шахте «Южная» Березовском. Сделала это бригада Олега Титаева. Они в любой лаве так же могут работать. На такой технике это очень грамотно. Хотя молодые, наверное, от 20 до 25 лет. Мы одни из первых в Кузбассе. Работаем с системой ПМСР. То есть компьютер практически 3600 операций выполняет. Может выполнять в лаве передвижка секций и управление состоянием массива. Производится практически компьютером. Всего в 2011 году компания СДС «Уголь», которой принадлежит «Южная», добыла свыше 20 миллионов тонн угля. Такого компания еще никогда не достигала. Это в этом году случилось. И на дальнейшие планы у компании всегда были амбициозными. Амбициозными остаются. То есть на следующий год эту добычу 20 миллионов им пришагнем. Думаю, что значительно пришагнем. Ну и дальше будем двигаться. Есть куда, есть кого догонять, есть кого обгонять. Кемеровский градоначальник Владимир Михайлов подвел итоги развития областного центра в 2011 году на традиционной пресс-конференции. В городе сдано в эксплуатацию 250 тысяч квадратных метров жилья. На 10% больше, чем в 2010 году. Новоселье отметили 4000 горожан. Новые квартиры получили 36 ветеранов войны. 122 семьи переселено из аварийных домов с подработанных территорий. В Кемерове сейчас строят не меньше, чем в советское время, но главе города этого мало. В 2012 году необходимо строить 112 социальных домов. Просто так совпадают цифры на 292 квартиры, чтобы в них могли справить новоселье еще 30 семей из льготных категорий. Строительство, естественно, связано очень тесно с развитием инженерной инфраструктуры. В строительство инженерных сетей город вложил в уходящем году около 200 миллионов рублей. Две новые подстанции обеспечат электроснабжение центральной части города. Дополнительный трансформатор установлен еще на одной подстанции. Она способна подать электричество в 70 многоквартирных домов. В детских садах появилось 1500 дополнительных мест. Два детских сада построены заново. Реализована программа «Школьное питание». Отремонтированы и оборудованы новой техникой 22 объекта здравоохранения в 11 лечебных учреждениях. В городе появилась новая цифровая школа и новые спортивные комплексы. За год отремонтировано 23 километра автомагистралей. Закончена реконструкция проспекта Шахтеров. Планируется сместить центр дорожного строительства в Заводский район. Провести серьезную реконструкцию проспекта Кузнецкого. Это еще одна въездная магистраль в город. Въездная и выездная. От улицы Автозаводской до поселка Комиссарова на первом этапе. Затем до Югуновки Пионер. Кроме того, ведется проектирование объездной магистрали от дороги на Лесную поляну, минуя Рудничный район с выходом на Красноярск. Новая четырехполосная дорога протяженностью почти 7 километров будет иметь три развязки, в том числе одну двухуровневую. Напомним также, что в выходящем году был введен в эксплуатацию участок первого Кузбасского автобана. Кемерово-Ленинск. По-моему, очень достойное завершение уходящего года. И есть повод перейти к поздравлениям. Их сегодня у нас очень много. Уважаемые кузбассовцы, от всей души поздравляю вас с наступившим 2012 годом. Прежде всего, хочу выразить огромную благодарность за то доверие, которое вы оказали мне на выборах в депутаты Государственной Думы 6-го созыва. Я вошел в комитет по аграрным вопросам. Вы знаете, что Кузбасс уникален тем, что обеспечивает себя продукцией сельского хозяйства почти полностью. Зерном более чем на 100%, молоком и мясом на 50-60%. Но на 2012 год губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев поставил задачу обеспечивать Кузбасс и молоком, и мясом на 100%. Я считаю, что это наш главный приоритет на 2012 год. Я приложу максимум усилий и сделаю все возможное, чтобы на законодательном уровне Государственной Думе обеспечить выполнение этого распоряжения. От всей души в этом наступившем в 2012 году хочу пожелать вам здоровья, благополучия вам и вашим семьям, достойной заработной платы, самореализации и счастья. С Новым годом вас! Я хотела бы, чтобы никому не принимались драконовские меры со стороны руководителей, чтобы в нашей жизни было больше дружелюбности, чтобы мы были внимательны друг к другу. Нам не хватает очень доверия. Доверие друг к другу, доверие к власти, доверие к своим коллегам. И это стоит очень дорого. Это действительно человеческие отношения, которые сегодня очень важны в нашей жизни. Пусть в жизни каждого кемеровчанина будет все благополучно. Мы всегда говорим о удаче. Да, это хорошо. Удачи и, конечно, любви. Любви и взаимопонимания в доме, в семье, с соседями, с друзьями, с теми, с кем вы любите встречаться. И, может быть, не любите встречаться. Но этого взаимопонимания нам очень не хватает. Всем всего доброго. Счастливой жизни. Счастливой, спокойной, доброй, очень светлой жизни в нашем городе и в нашей России. Я хочу, чтобы все мы были счастливы. И кемеровчане, и кузбассовцы, и все россияне. Дорогие кемеровчане, дорогие кузбассовцы, счастья и процветания в новом году. И, конечно, море любви. С Новым годом. Будьте щедрыми друг к другу, будьте внимательны, потому что внимания нам не хватает. Внимания и любви. А деньги и все остальное, пусть будет тоже в достатке, но не это главное. Любите друг друга. 2012 год будет годом хорошим, счастливым. Это год дракона. Дракон будет веселый и радостный. У него три головы. Одна голова хорошо, всегда говорят, а две головы лучше. А три вообще прекрасно. Значит, это будет год каких-то новых умных совершений, год продвижения, год, когда будет хорошо России. Будет хорошо России, будет хорошо Кузбассу. Будет хорошо Кузбассу, будет хорошо всем нам. Он будет теплым и радостным. Мы будем вас стараться удивлять новыми выставками, знакомством с новыми художниками, новыми проектами, новыми мастер-классами. Будем стараться сделать все, чтобы 2012 год был лучше 2011. Все будет хорошо. На минувшей неделе у кузбассовцев появился повод поздравить областные власти. Кемеровская область заняла девятое место в рейтинге регионов Российской Федерации по комплексной оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти. Рейтинг составлен Министерством регионального развития и одобрен Президиумом правительства Российской Федерации. Учитывались не только достижения конкретного года, но и положительная динамика по сравнению с докризисным 2007 годом. В десятку лучших регионов вошли также Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Тюменская, Калужская, Омская области и другие регионы. За успешную работу грант Кемеровской области составит 67 миллионов рублей. Есть инициатива общественных организаций, много. Есть очень много обращений простых граждан. У нас просто заваление. С такой инициативой выступили в частности Общественная палата Кемеровской области, Совет Старейшин при губернаторе, Кемеровская Новокузнецкая епархия, Духовное управление мусульман Кемеровской области. Закон был принят депутатами единогласно. На Кемеровском заводе «Азот» произошла смена собственников. На днях холдинговая компания «Сибирский деловой союз» подписала документы в Москве о приобретении этого предприятия. На первой пресс-конференции в новой должности председатель Совета директоров «Азота» Альберт Колесников рассказал о планах развития и добавил, что никаких кадровых перестановок на «Азоте» не будет. И директор, и главный инженер, и весь коллектив предприятия останутся на своих местах. Сейчас новое руководство планирует оценить возможности завода. После будет принято решение, как дальше его развивать. Ведь сегодня это предприятие – одно из самых крупных в областной столице. «В рамках холдинга в 2012 году будет индексация, и на заводе будет индексация. Значит, все те социальные льготы, которыми пользуются работники холдинга, а у нас без «Азота» было 40 тысяч работающих примерно, они все перейдут на этих людей, на коллектив завода «Азот». Вы будете более защищены. Почему? Потому что холдинг, я считаю, наш, один из самых социально ориентированных в России. Мне задали тоже профсоюзный вопрос. Я сказал, что наш президент ежегодно подписывает договор о социальном партнерстве с губернатором Кеннерской области. На сегодняшний день, это и моя точка зрения, я считаю, всех почти кузбассовцев, что сегодня Тулеев – это гарант стабильности. Поэтому какие еще гарантии необходимы? Еще через несколько дней Сибирский деловой союз приобрел 25% крупнейшего негосударственного российского радиовещательного холдинга. У французской компании «Европа плюс Франц» холдинг купил четверть акций в ООО «Европейская медиагруппа» и «ЗАО «Медиа плюс». В «Европейскую медиагруппу» входят радиостанции «Европа плюс», «Ретро-ФМ», «Радио-7», «Кекс-ФМ» и «Свежее радио». По словам президента Сибирского делового союза Михаила Федяева, в дальнейшем холдинг намерен довести свои доли участия до 100%. Кстати, это уже второе крупное приобретение СДС на медиарынке. Осенью компания сделала первую покупку в Москве. Ею стала «Радиоспорт». Губернский рынок в Южной столице появился по печеньям холдинговой компании СДС. Во-первых, ценность здесь на 10-15% дешевле. Во-вторых, рынок – это 300 дополнительных рабочих мест для горожан. В-третьих, это прямой канал сбыта продукции областных сельхозпроизводителей. Для этого, в принципе, рынки строим, чтобы производители могли, если они что-то произвели, они могли без того, чтобы идти в сети, платить там бешеные скидки, потом еще надеяться, что им через полгода деньги заплатят, мы как раз и строим такие объекты для того, чтобы производитель мог заплатить аренду, взять точку и торговать, и сразу получать живые деньги. Всегда, когда мы слышим слово «рынок», мы думаем, что это торговля на лотках, на улице, стоят дедушки, бабушки, продают семечки, морковку, еще что-то, и все такое старенькое. Сегодня это уже не рынок, это новый формат предоставления торговых услуг. В центральной больнице Кемеровского района открылся второй поликлинический корпус. В нем работают сразу три отделения – детская, женская консультация и стоматология для детей и взрослых. Ремонт зданий занял полгода, на него скинулись федеральные, областные и районные власти. Здание оснащено новейшим оборудованием. Для детей теперь отведено отдельное крыло, где прием ведут узкие специалисты. Мы считаем, что это коренным образом изменит ситуацию. Конечно, нельзя это измерять в процентах, количествах новых младенцев, но это качественно поменяет наше отношение к профилактике заболеваний. В принципе, основное, наверное, в нашей жизни – это обеспечить будущим мамам, а затем и детям здоровье в первую очередь, чтобы было все хорошо. Я от всей души поздравляю вас с наступающим 2012 годом. Я, как врач, понимаю, что здоровье – это самое ценное, что у нас есть. Поэтому желаю вам в новом году крепкого здоровья. Приглашаю вас встречаться не за операционным, а за праздничным столом. Приходите к нам в качестве друзей, знакомых, пациентов. Ну, а если случится какое горе, наши 29-й больницы, специалисты нашей больницы готовы оказать вам качественную, высокоспециализированную помощь. Всего вам доброго. Перед Новым годом у нас родилась дочка. И теперь мы будем Новый год встречать полноценной семьей, дружной уже втроем. Это самое главное событие нашего походящего года. Хотелось бы пожелать кемеровщанам в первую очередь здоровья, счастья, семейного благополучия. Ну, а те, кто находится в интересном положении семьи и молодые люди, не бойтесь этого. Идите семимильными шагами вперед и получайте такое же счастье, как и мы. И удовольствие, когда это чудо родится на свет. Ах, какой хороший, добрый Дед Мороз, елку нам на плавник из лесу принес. Каждый пустой елки спрашивает и споет. Ты медведь, а я лиса, вот какие чудеса. Вместе ставим пара, вот здравствуй, здравствуй, Новый год. Тем временем в Новокузнецке тоже появились медицинские новшества, но и нового характера. Последние дни уходящего года новокузнецкие бригады скорой помощи вооружили электрошокерами. Теперь врачи изучают правила применения этого оружия. Электрошокеры, я думаю, что нам необходимы как средство защиты индивидуальной. Потому что у нас всякие случаи бывают и нападают, и пьяные, и наркоманы бывают, и просто буйные. Есть инструкция по применению этого устройства. Ну и конечно, перед тем, как раздать, проводилась работа заведующими. В каких ситуациях можно, где должен находиться он, в каких ситуациях возможно применить. Но все-таки я считаю, что применять его нужно как можно реже, лучше правильно себя вести. Громких происшествий на минувшей неделе не случилось. Даже при встрече со стихией кузбассовцы вели себя в целом правильно. Во вторник в Кузбассе отметили День спасателя. В промышленовском районе близ курорта Танай к этому дню приурочили открытие новой пожарной части, созданной при участии холдинговой компании «Сибирский деловой союз». Частный бизнес предоставил все для несения службы, закупил материально-технические средства, предоставил здание, технику. А губернатор, администрация области взяли на себя содержание личного состава данного подразделения. Ну и получилось неплохо. В тот же вечер в соседней Туве случилось стихийное бедствие. Землетрясение силой почти в 9 баллов. На территории Кемеровской области толчки до 3 баллов тоже ощущались. Особенно на верхних этажах высотных зданий. Жители их поспешили выйти на улицу. Начали быстро собираться, схватили собаку. Причем сначала была спокойная, но, если честно, он просто не хотел возвращаться домой. Дикие вопли. Все соседи повыскакивали, почему-то сели в лифт. Мы побежали по лестнице и смотрели уже, как выходили соседи полураздетые, детей завернули в одеяло. Но было на самом деле очень страшно. Впрочем, многие никакого землетрясения просто не заметили. Жертв и разрушений не было ни в Туве, ни в Кузбассе. Кстати, специалисты по чрезвычайным ситуациям предупреждают. В подобных случаях в первые полчаса, пока они сами не овладели полной информацией, звонить к ним бессмысленно. Лучше заглянуть на сайт или дождаться сигналов системы оповещения населения. Более 2000 звонков мы получили первые 20 минут и то следующего характера. А что случилось? Не было никаких звонков, что у меня там свет отключился или что-то упало, или еще что-то. Просто такого характера, что случилось. Мы довели население, после этого все звонки действительно были прекращены. Необходимо взять ценные вещи, документы, покинуть помещение, как можно отойти подальше от высотных домов. Информация оперативная о данном происшествии сразу размещается на нашем сайте. Звонить не стоит оперативным дежурным в первые 20-30 минут, потому что никакой достоверной информации они вам не дадут. Правда, шахтеров после толчков поспешили вывести из-под земли, но вскоре они возобновили работу. Между прочим, есть мнение, что регулярные взрывы при проведении горных работ играют профилактическую роль в отношении сейсмической опасности. Они снимают напряжение, возникающее в недрах земли. Спокойно в Кузбассе отреагировали и на обильный снегопад. Первый с начала зимы. Это в Москве зима приходит неожиданно, а в Сибири к ней все давно готовы. Правда, в Кемерове активизирована работа по эвакуации с улиц брошенных автомобилей, так называемых подснежников. Машины вывозят на штрафстоянку, между прочим, некоторые подснежники отдыхают там с прошлой зимы. Кроме того, в областном центре сконструировали и пустили трамвай-снегоочиститель, этакий грейдер на колесах. Создали его умельцы из Кемеровской электротранспортной компании и Кемеровского опытного ремонтно-механического завода. В процессе инженерного поиска стало ясно, что в России подобной техники просто нет, как и нет опыта по ее созданию. И все же гидролическую трамвайную лопату удалось сконструировать в тесном содружестве с инженерами Кемеровского опытного ремонтно-механического завода.